Спортивные новости. Национальный российский вид спорта самбо активно развивается в Славянском районе. Открытый турнир муниципалитета по самбо среди юношей и девушек, который прошел в Центре спортивных единоборств «Медведь», подтверждает популярность этого спорта. 96 юных самбистов 2010-2012 годов рождения из пяти городов и районов Краснодарского края – Сочи, Калининского, Крымского, Темрюкского и Славянского районов – приехали в Славянск на Кубани, чтобы принять участие в открытом турнире, посвященном подвигу гастомельского десанта «200 спартанцев». Глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал участников, отметив важность этих соревнований. «Защитники отечества, они должны быть сильные, они должны быть мужественные, они должны быть цельные, должны быть настоящие. А что, как ни спорт, прививает эти качества? И мне приятно, что наши ребята, они сегодня в этом зале, они сегодня доказывают тем, что они самые лучшие. И тот зал, который мы построили, благодаря поддержке губернатора Вениана Кондратьева, вы видите, он не пустует, правильно? Здесь постоянно люди, здесь постоянно дети, идет популяризация спорта, что очень важно. Вы видите, вместе с ребятами и наши девушки сегодня добиваются результатов». Один из героев гастомельского десанта – наш земляк, погибший в зоне специальной военной операции, кавалер Ордена Мужества Никита Шевцов. Его мама Анжелика Брижань, вспоминая подвиг сына, рада, что ребята соревнуются, стремясь победить. «На тот момент связи с сыном не было, и обсудить, что там и как там, их настроение у нас не было возможности. Когда они уже вышли, первое, что была возможность с ними связаться, первое, о чем они сказали, о том, что они даже не думали о том, что какой-то это будет героический подвиг или что-то, они выполняли свою задачу. Это действительно так, то есть без привлечения, вам говорю, как есть. Вот, они просто делали то, чему их учили. И они, конечно, по плану, они должны были удержать аэродром буквально несколько часов, но что-то пошло не так. Вот, противник у нас выстрелил на самом деле очень большое количество препятствий, и ребятам пришлось держаться намного дольше. Количество сил от противника было во много преобладало, но ребята все это сделали. Поэтому этот турнир проводится вот именно славя их подвиг. Именно спорт закаляет вот это вот мужество, это мужской стержень, это бодрость духа, готовность встать и выполнить свою задачу. Председатель общественной организации ветеранов 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии «Семерка» гвардии полковник запаса Евгений Ханин уверен, что героизм воинов-десантников послужит примером для подрастающего поколения. Они выполнили свою задачу. Многие еще не оценили до конца, но, наверное, историки будут изучать историю и план выполнения задачи, которую выполнили гастомельский десант. Это герои. А те, кто принимает сейчас участие в этих соревнованиях, они закаляются в этой же борьбе, в спортивной борьбе. Они воспитываются на примерах гастомельского десанта, вашего жителя, вашего города. Они должны это все знать. Работа должна проводиться. Без этого никак нельзя. Самбо – это универсальное единоборство. В нем есть приемы из нескольких десятков спортивных и национальных единоборств, а также различных систем самозащиты. Благодаря этому оно очень интересно для молодежи. Мы можем проводить соревнования различного уровня, из различных уголков даже страны. Ребята занимаются, и самое главное, что они могут встречаться не только на тренировках, могут и на днях борьбы обмениваться опытом, могут бороться, могут повышать свою квалификацию, причем различные возрастные группы. Надо было видеть, с какой самоотдачей юные самбисты боролись на ковре, стараясь опередить соперника. Если одни поединки заканчивались быстро, то в других ребята боролись до последних секунд. За ходом состязаний наблюдали как их участники, так и болельщики. Я занимаюсь самбо 6 лет, мне очень нравится этот вид спорта, потому что в нем много разных приемов из других видов борьбы. Для меня большая честь выступать на турнирах по самбо, потому что это очень интересно, захватывающе. Много готовился к этому турниру, много тренировок прошел, чтобы занять высокое место на этом турнире. Чтобы победить, я думаю, нужно правильно настроиться на встречу, слушать тренера, выполнять все, что как на тренировках отрабатываешь. Мне просто нравилось единоборство. А турнир – это просто такая возможность показать всем свою силу, свое мужество, свои возможности. Тренировки обычно проходят в среднем три раза в неделю. На них очень надо стараться, чтобы потом на турнирах и соревнованиях показать себя очень достойно. По итогам соревнований первое командное место у славянцев, на втором – Крымский, на третьем – Калининский район. На счету наших спортсменов две золотых, серебряные и пять бронзовых медалей. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».